Моя жизнь закончилась тогда. И я всегда говорил, все мои достижения, все мои знания, вся моя мудрость привела меня к тому моменту, что я возвал к Богу. И я сказал, я не хочу той жизни. Я отрекаюсь от своего понимания жизни, своего понимания вещей, своей мудрости, своей силы, своих каких-то непонятных там достижений. И я сказал, я отрекаюсь. Я хочу новую жизнь, основанную на Слове Божьем. Я начал менять свое понимание себя, свое понимание каких-то вещей, понимание друзей, понимание семейной жизни, понимание отношения к детям. Я начал полностью изучать по-новому. Потому что старое привело меня к тупику. И вот Christian Church Life подразумевает, что твоя жизнь с приходом в церковь станет новой. С приходом в церковь она станет новой. И когда ты переступил порог, это говорит о том, ну, к примеру, да, я всегда говорю. В принципе, здесь в зале единицы людей, которых я позвал в церковь. Единицы, на самом деле. Можно даже на одной руке, которых я позвал. Все остальные практически пришли сами. И я всегда говорю, если я тебя не звал в церковь к нам, значит, кто-то ж тебя позвал. Значит, кто-то ж тебя позвал. И если этот кто-то тебя позвал, значит, у него есть план для тебя. Тем людям, которых я позвал, это Бог мне сказал, чтобы я вас позвал. И если Бог мне сказал, значит, опять же, у него есть план для тебя. У него есть что-то, что он хочет сделать, изменить в твоей жизни и сделать что-то новое. То есть, крестьянская церковь – новая жизнь. Мне больше нравится Christian Church New Life. Christian Church New Life – это новое. Что-то новое Бог хочет сделать с тобой и с твоей жизнью. Я всегда, знаете, я наблюдаю за людьми, которые приходят. Вот они приходят одни, а с каким-то временем оно сейчас не становится другими. Они становятся новыми. Они по-другому мыслят, они по-другому живут, они по-другому реагируют. Они по-другому что-то создается у них новое. Они по-другому начинают смотреть на себя, на обстоятельства вокруг них. И я так этому радуюсь. Почему? Потому что Бог приготовил для тебя новое. Бог творит все новое. Теперь твоя городская церковь. Это откровение Бог дал Максу. И он назвал, ну, дал эту идею, чтобы у нас был слоган. Твоя городская церковь. И я потом размышлял. И я увидел в этом слогане три направления. Первое направление. Твоя городская церковь. Это обращение к Богу. Christian Church New Life. Это твоя городская церковь. Второе. Твоя городская церковь. Это лично твоя. То есть это относится, это слоган лично к тебе. То есть, другими словами, это моя городская церковь. Это моя городская церковь. И третье. Это обращение к городу. То есть Christian Church New Life. Это обращение к городу. Город. Твоя церковь. Это Christian Church New Life. Твоя городская церковь. Это Christian Church New Life. Понимаете, да? То есть, когда ты начинаешь смотреть на вот этот логотип, он должен тебя подсёгивать. Он должен... Ты смотришь и говоришь, ага, твоя городская церковь. Эта церковь принадлежит Богу. Глава этой церкви – Иисус Христос. Это номер один. Второе. Это лично твоя городская. То есть, другими словами, это слоган обращается к тебе. Это твоя городская церковь. Твоя лично. То есть ты здесь, как единица в церкви. То есть ты не просто, я хожу в церковь, и вот, кружите меня. Нет. Это твоя городская церковь. Когда я буду сейчас говорить, ну, откровение, на котором эта церковь была основана, вам будет немножко понятнее. И третье. Вы идёте по городу, видите нужду и говорите, послушай, тебе нужна твоя городская церковь. Какая твоя городская церковь, Марина? Христиан Чешулаев, молодец. Вы понимаете? Твоя городская церковь. Когда я приехал сюда 7 февраля, и нас Гена встречал, я уже рассказывал эту историю, кто-то слышал, кто-то не слышал. Мы приехали сюда со штата Вашингтон, и нас Гена встречает и говорит, ты должен быть пастором, я твой прихожанин. Я Гене говорю, ты вообще знаешь, что это такое быть пастором, и ты мой прихожанин? Ты вообще понимаешь, что нужно помещение, что нужны какие-то ресурсы. Говорит, ничего не переживай, Бог всё усмотрит, сегодня у меня день рождения. Мы поехали в Гене, отпраздновали день рождения. Говорит, завтра у нас встреча. Мы приехали на встречу, на этой встрече нам дали помещение. И я смотрю, то есть Бог что-то делает, а Марина мне говорит, ты не можешь начать церковь. У нас семья, у нас маленький ребёнок, ты не можешь начать. Я Марине говорю, давай сделаем так, я пойду в уединение. Если что-то Бог изменит за это время, я сделаю всё то, что скажет Бог. Если Бог мне скажет идти на работу, я пойду на работу. Если Бог мне скажет начать церковь, тогда я буду молиться, чтобы Бог сказал и тебе. И я ушёл в уединение. И я молился, 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 и Бог дал мне слово. Иеремия, 29 глава, 7 стих. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас. И молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. То есть в этом месте из Писания мы видим три пункта твоя городская церковь. Первое, это церковь Господа. Второе, я предназначен для того, чтобы заботиться о благосостоянии этого города. И третье, этот город должен узнать, что есть место, где о нём заботятся. Первое, что я увидел, для чего Бог меня сюда привёл, чтобы я заботился об этом городе. То есть это место из Писания, это тот камень, знаете, сегодня мы пели. На твёрдом камне ты поставил её. Это мой твёрдый камень, на котором я стою. Я стою на камне Божьего Слова, что Он мне сказал первое, я должен заботиться о благосостоянии города. У кого-то есть на сегодняшний день депрессия какая-то? Поднимите руку. Или переживания есть? Или какие-то неустройства есть? Знаете, откуда это? Вы перестали заботиться о городе. Решение твоих проблем в решении проблем этого города. Хотите честно сказать, у меня нету переживаний никогда. У меня нету проблем никогда. У меня нету депрессии никогда. Знаете, мне там люди рассказывают, у меня депрессия. Я такой думаю, ты заботишься о благосостоянии города? А ты молишься за нужды города? А ты стал ответом на нужды этого города? Нет. Почему у тебя депрессия? Потому что ты не видел, у тебя все вроде бы плохо. А плохо почему? Потому что ты не встал и не начал заботиться о городе. Не начал переживать за город. Не начал молиться за города. Не имея. У него все было классно. Но как только начал переживать за свой город, Бог благословил его еще выше. Поднял его до руководителя строительных работ. Молиться и переживать за благосостояние города, в который Бог вас переселил. Здесь есть кто-то, кто родился в этом городе? Нету. То есть, если вас Бог переселил сюда, это церковь для вас. Потому что у нее есть послание, поручение. Если меня Бог переселил, для чего он меня сюда переселил? Первое. Заботиться о благосостоянии. Второе. Чтобы я стал в молитве за этот город. Кто хоть раз за этот город молился на этой неделе? А в этом году? Ну слава Богу. Если на этой неделе раз молились, то хоть раз в году молились. Для чего он это сделал? Чтобы у тебя был мир. Знаете, я вот когда читаю это, перечитываю периодически это место из Писания, я понял, у меня мира не было, когда я жил в Киеве. Не было мира. Не было спокойствия. Мне так было плохо в этом Киеве. Чтобы Бог решил взять меня и переселить. Чтобы у меня стало еще больше. Больше головной боли. Понимаете? Для чего он сюда вас переселил? Чтобы навести мир в вашем сердце. Навести порядок в вашем сердце. Чтобы через вас Бог может что-то сделать. Я не верю, что вы приехали сюда для того, чтобы решить какие-то свои материальные проблемы. Я знаю людей, которые приехали сюда для того, чтобы перетащить сюда своих детей. И потом локти грызут и волосы рвут. Господи, зачем я это сделал? Зачем я это сделал, Боже мой? Прости меня за то, что я это наделал. А положили же жизнь для того, чтобы их сюда притащили. Я вам могу сказать ответ. Не для этого Бог вас сюда привел. Для того, чтобы мы начали заботиться о благо состояния этого города. Для того, чтобы мы начали молиться за этот город. Для того, чтобы мы начали паститься за этот город. И только тогда будет мир. И только тогда придет сон. Некоторые люди мне говорят, я не сплю по ночам. Те, кто не спит по ночам, мы улыбаемся. Конечно, вот ответ. Для чего ты сюда приехал? Заботиться о благосостоянии. Заботиться в молитве, чтобы тебе был мир. Это основание нашей церкви. Для чего я прихожу в церковь? То есть я бегу в церковь для чего? Чтобы снарядиться, услышать новую идею, новое направление. Схватить сюрприз, который будет в третье воскресенье этого месяца. И быстренько начать его выполнять. И такое спокойствие придет. И сон придет. Мне Марина порой говорит, слушай, давай поговорим. Я говорю, конечно. Только доздрагуюсь до подушки, вырубился. Я такой думаю, почему? Потому что целый день заботился о благосостоянии города. И для тех, у кого бессонница, мы вам поможем в третье воскресенье. Итак. Кто не понял это место из Писания? То есть мы в этом месяце будем знакомиться с нашей церковью. Кто в эту церковь ходит уже год хотя бы? Год сначала, год. А-2, А-3, А-4, А-5, А-9. Понимаете? То есть смотрите. И вы, хочу сказать, вы даже этого никогда не слышали. Согласны со мной? Вы никогда даже не знакомились с нашей церковью. То есть для чего? Для чего мы пришли сюда? Заботиться, молиться. И когда будет наведен порядок, когда придет благосостояние, тогда придет мир в твое сердце. Если ты с чем-то не ссу, у тебя какой-то внутри, знаете, некоторые кошки шкребутся на душе. Потому что благосостояния в городе нет. Депрессия какая-то. Благосостояния нет в городе. Так дух, что-то у тебя будет по ночам, спать тебе не дает, чтобы ты стал в молитве. Чтобы ты стал в проломе. Чтобы ты стал провозглашать. Чтобы ты начал книжку какую-то прочитал. Чтобы ты проповедь сегодняшнюю включил. Еще раз прослушал, как ночью вспомнил, для чего же ты сюда приехал. Аминь. Все, включай обратно наш баннер. И теперь я вам буду читать. У нас есть вот такая вот брошюрка. Christian Church New Life. Твоя городская церковь. Она поменялась 13 июля. Но она, я бы сказал, больше усовершенствовалась. И по этой брошюрке я буду вам сегодня рассказывать. Итак. Christian Church New Life. Твоя городская церковь. Что это за церковь? Церковь это место, где мы славим Бога. Первое. Какая наша самая главная задача? Это место, где мы славим Бога. Многие люди говорят. У вас такое классное прославление. Такая классная группа. Почему? И что самое интересное. Ни одного профессионала на сайте. Все самоучки. Все с колоссальным опытом барного пения. Барного, да? Или пения в баре. Но Бог, Бог обратил во благо. Почему? Потому что первое в Christian Church New Life это место, где мы славим Бога. Если у тебя в твоем доме не звучит прославление, это говорит о том, что у тебя будет депрессия, тебе не будет хотеться спать, тебе будет внутри переживание. Почему? Потому что твой дух не наполнен хвалой, не наполнен прославлением. Как, знаете, сейчас такое модное выражение, если где молодежи. Вы не в тренде церкви. То есть тренде церкви это прославление Бога. Это место, где мы славим Бога. И если ты являешься частью церкви, твой день должен быть переполнен хвалой. Твой день должен переполнен прославлением. Твой день должен просто, знаете, один процент фейсбука или телевизора и 90% прославления. 90% хвалы. И ты увидишь, как у тебя что-то начнет меняться. Ты увидишь, как твоя душа начнет меняться. Как переживания уйдут. Как проблемы уйдут. Как депрессия отступит. Как болезни отступят. Почему? Потому что унылый дух сушит кости. А радость, Господи, сила моя. А радость приходит от чего? От прославления Господа. Ты начинаешь его славить. Ты начинаешь его хвалить. Ты начинаешь его превозносить. И твое сердце начинает загораться. Проблемы отступают. Болезни отступают. Депрессии отступают. Зависимости отступают. А если ты все в течение дня живешь в одной депрессии. Тут не только запьешь. Это место, где мы славим Бога. Это первое. Christian Church Life это церковь, где мы славим Бога. Второе. Где мы изучаем Его Слово. Почему мы сейчас, ну, как бы, с сегодняшнего дня, мы приняли решение, что у нас будут посты сезонные. То есть следующий пост у нас в сентябре осенний пост, потом зимний пост будет в январе, потом в марте весенний пост и в июне летний пост. Для чего? Чтобы мы начали изучать Божье Слово. У нас, ну, начались домашние группы. Для чего? Чтобы изучать Божье Слово. У нас все вот эти группы по телефону. Для чего? Чтобы изучать Божье Слово. Мы делаем вот эти домашние задания, да, присылать откровения. Для чего? Чтобы церковь начала, ну, изучать Божье Слово и делиться тем, что они получили. Почему? Потому что это видение церкви, это то, в чем церковь живет. И если ты не живешь в церкви, ну не живешь вот в этом, знаете, как, как это так красиво, а? В тренде, да. В тренде, если ты не живешь в тренде, то тебе трендец. Первое. Место, где мы славим Бога. Второе. Это место, где мы изучаем Слово Божье. Третье. Где мы духовно возрастаем и живем победоносной жизнью в Иисусе Христе. Для чего мы приходим в церковь? Первое. Славить Бога. Второе. Изучать Его Слово. Третье. Жить победоносной жизнью. Возрастаем духовно и живем победоносной жизнью в Иисусе Христе. Если этого в твоей жизни не произойдет, ты не поменяешься. Ты не поменяешься. Знаете, многие люди говорят, эта церковь плохая, тут пастор плохой, здесь это плохое. Нет. Скорее всего, ты не понял, для чего ты сюда пришел. Я вообще не знаю плохих церквей. Нет плохих церквей. Нет плохих пасторов. Нет плохих служителей. Нет. Есть просто, ты что-то не понял. Потому что даже в плохой церкви, как ты говоришь, у плохого пастора можно возрастать. Потому что это уже зависит от тебя. Когда ты приходишь в церковь, для чего ты приходишь? Ты приходишь, чтобы славить Бога. Ты приходишь, чтобы изучить Его Слово. Ты приходишь, чтобы возрастать духовно и жить победоносной жизнью во Христе Иисусе. Для этого ты приходишь. Если ты приходишь мерять помазание в церкви, смотреть на теологические познания пастора и осуждать, как он говорит правильно или неправильно, то я номер один, не тот. Скажу иногда не так, как надо, анекдот могу рассказать и так далее и тому подобное. Но если твое сердце, ты приходишь в церковь, чтобы славить Бога. Поверьте, у нас предостаточно времени, чтобы славить Бога. У нас достаточно времени на служение. У нас есть ночная молитва. У нас есть сезонная, целая неделя поста, где мы славим и прославляем Бога. Если вам мало, мы добавим вам еще. Это не проблема вообще никакая. Сейчас будет еще, мы вернем хвалу живого прославления на эту, как это называется, на улицу, евангелизация. То есть мы не будем больше под музыку, мы будем под группу прославлений. Понимаете, о чем я говорю? То есть прославлений много. Изучения Божьего Слова много. На тех же постах, по воскресеньям, по пятницам, на домашней группе изучения Божьего Слова много. Возрастания в нашей церкви много. Пожалуйста, у нас разрешается в нашей церкви делать все, кроме греха. Пожалуйста, возрастайте, изучайте, развивайтесь, ищите. Никто не препятствует. Главное, чтобы это не был грех. Следующее. Christian Church Life. Твоя городская церковь. Это церковь, где любовь, милость и благодать превыше всего. Любовь, милость и благодать превыше всего. Из чего узнают, что мы ученики Иисуса Христа? Из любви. Что мы любим друг друга, мы покрываем друг друга, мы поддерживаем друг друга. Где милость превозносится над судом. Где мы, ну, уже где-то, ну, те, кто попадали под горящую руку, они в первую очередь проходили через килограмм милости, тону любви и две тонны благодати. И только после этого они могли попасть под любвеобильную, милостивую, благодатную, горящую руку. Понимаете? То есть, ну, это то, в чем мы развиваемся, в том, в чем мы растем. Прежде чем рубануть человека или что-то ему, как бы, даже отстранить от служения, мы его полюбим, мы ему проявим милость, мы ему поможем возрастать в благодати. И только потом, когда уже человек даже, ну, сам уже говорит, нет, тогда мы ему помогаем заняться чем-то другим. Понимаете? То есть, предостаточно. То есть, в церкви предостаточно любви, предостаточно милости, предостаточно благодати Божьей, для того, чтобы все, что Бог приготовил для каждого из нас, оно сбылось и состоялось. Вам жарко или жарко? Жарковато. Жарковато, да? Ну, зато милость и любовь. Следующее. Christian Church New Life. Твоя городская церковь. Мы разделили на такие три направления. Служение Богу, служение в церкви и служение в городе. То есть, твоя городская церковь, она разделена на три направления. Служение Богу, служение в церкви и служение в городе. Но для того, чтобы понять эти три направления, я написал, как это, определение служения. Служение – это состояние твоего сердца, которое переполнено любовью к Богу и к людям. Это сердце, которое переполнено заботой и состраданием. Знаете, многие люди мне говорят, я не чувствую, что Бог меня призывает на служение. Я не чувствую, что я должен что-то делать для церкви. Я не чувствую силы или знаний для того, чтобы что-то делать в городе. И я сделал определение. Служение – это не совсем то, что мы думаем. Служение – это состояние твоего сердца. То есть, твое сердце, оно должно стать слугой. Оно должно стать слугой. Ты можешь быть не лидером служения, ты можешь стать помощником. Ты можешь стать человеком, который скажет с открытым сердцем, я готов помогать. Я готов. Даже, ну, к примеру, да, я буду сегодня, ну, может, сегодня не успею, но... Даже подать хлеба преломления – это уже служение. Но иногда нужно, ну, изощряться, чтобы кого-то попросить, чтобы кто-то помог. То есть, служение – это состояние сердца. Служение, оно должно стать в твоем сердце. То есть, церковь, в которую ты попал – это церковь служителей. Это церковь, где мы не просто... Ну, тебе никто ничего не должен, кроме взаимной любви. То есть, ты попал в церковь, где тебе никто ничего не должен. Просто ты попал в церковь, где люди поняли, что служение – это состояние у сердца. И мы ожидаем, что это и придет и в твое сердце. Это придет и в твой разум, в твою душу. Это станет состояние твоим сердцем. То есть, ты увидишь, ну, часть себя, что ты можешь быть полезным. Состояние сердца, которое переполнено любовью к Богу и людям. Я знаю, что до тех пор, пока ты не будешь любить Бога, ты не сможешь любить людей. Но когда это произойдет, что ты полюбишь Бога и будешь любить людей, Бог откроет твое сердце для служения. То есть, для чего ты приходишь в церковь? Чтобы полюбить Бога. Для чего ты приходишь в церковь? Чтобы через любовь к Богу начать любить людей. Для чего ты приходишь в церковь? Чтобы твое сердце стало сострадательным, стало сердцем слуги. Сердцем, которое, как Иисус сказал, я пришел вам ноги мыть. Я пришел умолиться, чтобы вы возрастали. Я обнищал, чтобы вы обогатились. То есть, это состояние слуги. Состояние служения. То есть, мы приходим в церковь для того, чтобы наше сердце стало сердцем слуги. Какие? Ну, служения, да? То есть, первое, служение Богу. Что мы подразумеваем в нашей церкви, как служение Богу? Потому что многие люди говорят, вот я сделал там маме, перечислил там помощь какую-то материальную. Это я Богу послужил. Нет, это ты маме послужил. Что в нашем понимании служение Богу? Первое. Это прославление, поклонение и благодарение. Служение Богу. Это когда мы прославляем, мы поклоняемся и мы благодарим. Если мы опаздываем на прославление, опаздываем на поклонение, если мы не благодарим Бога, то ты не служишь Богу. Ты служишь себе. Ты служишь своим амбициям, ты служишь своим каким-то непонятным вещам и так далее. Если ты не прославляешь, не поклоняешься и не благодаришь Бога, ты не служишь Богу. Это правда. Потому как бы мы ревностно относимся к тому, чтобы прославление, которое начинается у нас в 4 часа, должна прийти 100% в церкви. То есть, ну, понимаете, когда время подходит к началу проповеди, уже сесть негде. Но когда начинается прославление, три человека в зале. Понимаете, ну, понимаете, о чем я говорю? То есть, крещение, чешную лаву, первое, это когда мы прославляем Бога. Мы для этого пришли в церковь. Мы для этого, Бог нас позвал, чтобы мы служили Ему. А наше служение, это прославление. Прославление, группа прославления приходит сюда полвторого. Для того, чтобы подготовить свои сердца, свои голоса, настроить инструменты, чтобы человек, который придет в церковь, ввести его в Божье присутствие. Помочь ему прославить, помочь ему поклониться, помочь ему поблагодарить Бога. И если мы не приходим, они выполняют свою миссию. Вот и нет. Почему мы так ревностно к этому относимся? Потому что это одна из пунктов нашей церкви – служение Богу. Мы прославляем, поклоняемся и благодарим. Второе понимание служения Богу в нашей церкви – это пост и молитва. Почему мы уделяем в нашей церкви посту и молитве много времени и очень важную часть? Потому что в Библии есть много разных примеров, вместо списаний, что люди постом и молитвой служили Богу. Мы постимся, мы молимся для того, чтобы возрастить в Боге, для того, чтобы услышать Бога, для того, чтобы прославить Его, для того, чтобы прикоснуться к Нему. И на вот этом времени поста мы встречаемся с Ним. Мы трепетно ожидаем Его. Мы ожидаем Его присутствия, мы ожидаем Его слова, мы ожидаем Его вдохновения, мы ожидаем Его перемен, мы ожидаем, что Он что-то сделает. В этом посте и молитве. Третье понимание служения Богу – это состояние твоего сердца. Бог смотрит на сердце Бога. Если мы выделили такую важную часть, как служение Богу, нужно менять свое сердце. Нужно посмотреть в свое сердце, что там находится, что происходит с твоим сердцем. Как понять, что происходит с твоим сердцем посредством Божьего Слова? Ты читаешь Божье Слово – это как зеркало. И Дух Святой открывает, что находится в твоем сердце. Знаешь, иногда общаемся с человеком, читаем, мы можем читать одно и то же место из Писания, и каждый его понимает по-разному. Почему состояние сердца? Бог показывает состояние сердца, что в твоем сердце на сегодняшний день. Иногда человек говорит, тут же вот это написано, ты с ним соглашаешься, потому что ты понимаешь, что ты в состоянии его сердца на сегодняшний день. Хотя ты понимаешь, что там другое. Что Бог что-то имел другое. А начнешь общаться с теологами, они тебе вообще третью версию задвинут. Понимаете, человеку? Служение Богу – это состояние твоего сердца. Бог в первую очередь смотрит на сердце. И для Него самое важное – это твое сердце. Вторая грань – это служение в церкви. Что значит служение в церкви? Вот крестьян еще очень бывает, да? Мы разделили служение Богу, служение в церкви и служение в городе. Служение в церкви – это помощь людям, которые еще не возросли духовно, прилепиться к Богу. То есть какая миссия церкви – служение в церкви? Это всем своим поведением, всем своей реакцией, всем своим естеством помочь человеку возрасти духовно и прилепиться к Богу. Иногда, иногда, духовно зрелые люди, за них так стыдно, как они себя ведут. Иногда так стыдно за человека, который пришел, ну, ходит в церковь уже несколько лет, которому служат, которому там помогают, которому там это. И когда приходит новый человек, этот, ну, долгоходящий человек, который не понял состояние сердца служителя, может нахамить этому новому человеку, может не уступить ему место. Хотя, ну, на самом деле, место в этой церкви в первую очередь для новообращенных. И если ты видишь новенького человека, лучше встань, уступи ему свое место, постой сзади, потому что предназначение твое – это, ну, как я это назвал, помощь людям, которые еще не возросли духовно, прилепиться к Богу. Это помощь. Это помощь людям, которые еще не возросли духовно, прилепиться к Богу. Это служение в церкви. И даже если ты не служитель, даже если ты не в группе прославления, даже если ты там, ну, не имеешь на себе ярлычок «я служитель», но ты уже ходишь в церковь больше месяца, ты уже служитель. Потому что ты уже узнал что-то большее. Ты уже узнал, что Иисус любит тебя. Ты уже узнал, что Иисус вошел в твое сердце. Ты уже узнал больше, чем этот человек, который только пришел. А если ты уже год ходишь в церковь, то твое поведение, твоя реакция, твои слова, твои действия должны показывать пример новообращенному, тому, который пришел только недавно. И если ты не стоишь на сцене с микрофоном, это не значит, что ты не служитель церкви. Это говорит о том, что тебе пока не дали микрофон. Но без микрофона, своей реакцией, своим поведением, ты можешь кричать на своей лавочке. Являя друг другу любовь и милость. Понимаете, о чем я говорю? То есть мы знакомимся сейчас с церковью. Иногда знакомиться с церковью, это как познакомиться с родителями невесты. И ты приходишь, и ты должен их убедить, что ты именно тот, кто возьмет ответственность за их дочек. Так вот мы сейчас знакомимся с церковью. То есть вы как женихи, а церковь это невеста. Следующее, служение в церкви, это информационно осведомить мир, что любовь Божья есть. Информационно. То есть служение в церкви, это информационно рассказать всему миру, что любовь Божья есть. Кто-то говорит, ну я стесняюсь. Тебе не надо стесняться. Тебе нужно быть любовью Божьей. И тогда люди, увидя, что ты не такой, спросят, а почему ты так реагируешь? Тебе же на ногу только что наступили, что ты в спину не плюнул. Тебя же только что потрезали, что ты матами не покрыл. Тебя же только что обманули, обвесили. Почему ты не одел на голову этот обвесок или недовесок? Понимаете? Так, ну, кто-то смеется. Неужели что-то серьезные вещи? Понимаете, о чем я говорю? Любовь Божья есть. И ты являйся письмом читаемым. Павел называет каждого человека, который поверил в Христа письмом читаемым. По нам должны читать. От того, что ты будешь кричать в упор, а Иисус тебя любит, а в твоем сердце медь звенящая и кинвал звучащий, любви нету. То есть это ничего не даст. То есть в нашей церкви мы учимся стать письмом читаемым. Чтобы информация о любви Божьей, она протекала и рассекалась по этому городу не через флайерсы, а через то, что человек прикоснулся к тебе. Человек встретился с тобой. Если он встретился с тобой, он встретился с Богом. Если он встретился с тобой, он встретился с его любовью. Если он встретился с тобой, он встретился с его принятием. С его милостью, с его радостью, с его благодатью, с его всепрощающей любовью. Все, он встретился с тобой. Ты есть тот, кто нужен Богу, как быть его голосом. И третье – это служение в городе. То есть твоя городская церковь – это три служения. Богу, служение в церкви и служение в городе. Что это значит? Активное участие в благотворительной, волонтерской и социальной жизни города. То есть когда мы подразумеваем служение в городе, это стать активным участником благотворительной, волонтерской и социальной жизни этого города. Ну, правда, становится все понятно? Служение. Кто понял, что такое служение Богу? Кто может сказать? Кто? Ну, кроме тех, кто поняли, а тех, кто не поняли. Может, те, кто не поняли. Вы поняли, что такое служение Богу? Да. Просто на его состоянии появится. Окей. Оля. Что такое служение Богу? Так. Инна. Что такое служение Богу? А? Что? Окей. Кто там? Не вижу. Ира. Что такое служение в церкви? Это служение Богу, а служение в церкви. Так, еще что? Стать письмом читаемым. Вот, Ира, сколько вы уже в церковь ходите? Месяц ходите? Все. Все. Вы уже должны помогать новообращенных. Алексей, сколько в церковь ходишь? Второе воскресенье. Второе воскресенье. Все. Ну, упрощен. Все. Шефство. Шефство. Ну, понимаете, чем я... Ну, я говорю. Кто там? Кто там спрятался? Аня. А ну, служение в городе что-то. Ну, да, тоже. Как проводим? Начнем к молитвам. Молодец. А поприземленней? Как же можно? Это город мой. Отлично. Итак, служение в городе это активное участие в благотворительной, волонтерской и социальной жизни нашего города. Это служение в городе. Потому что молитвы это мы превозносим в служение Богу, в служение в церкви. А когда мы служим в городе, мы делаем определенную социальную работу. Аминь. Боже, я думал, что мы сегодня закончим, и я на следующий раз уже... Ладно, прочитаю еще один листочек, потому что потом у меня не хватит воскресенья. Итак, Christian Church New Life, твоя городская церковь. Наша миссия. Какая миссия нашей церкви? Первое. Распространение принципов Царства Божьего. Какая миссия? Это распространить принципы Царства Божьего. Как можно распространять принципы Царства Божьего, если ты их не знаешь? А как можно распространять принципы Царства Божьего, если этих принципов нет в твоей жизни? То есть рассказывать о принципах Царства Божьего это может каждый. Даже медведя можно научить на велосипеде. Но распространение принципов Царства Божьего начинается с кого? Себя. Не с пастыра. С кого? Себя. Правильно. Следующее. Вернуть честь Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. То есть это наша миссия. Через нашу жизнь, через какие-то проекты, программы, то есть эти марши, которые мы делаем. Для чего мы это делаем? Когда мы говорим, пожалуйста, нужна помощь, мы делаем марш Иисуса Христа. Нам нужно стопроцентное посещение Церкви. Для чего я прошу, когда я прошу, чтобы в стопроцентно Церкви пришла? Чтобы мы сделали один раз на Бодворге, поставили крест нас, поставили лавочки и пришли со Славиком проповедовать. Ну и там, приходите, через полчаса будет Слово Божье, Слово живое, Слово действенное, ваша жизнь поменяется, вы все покаетесь и, короче, пойдете на небо. К нам подошло человек сто. И знаете, что каждый сказал? А ваши придут сегодня? А кто-то с вашей церкви вас вообще слушает? Вот когда ваши придут, вот тогда и мы придем. И я встал, Славику поворачиваюсь, говорю, собирай удочки. Ничего не будет, кино не будет. Понимаете, когда я говорю, ребята, нужна стопроцентная посещаемость. Почему? Потому что в нашей миссии, в нашем сердце, это вернуть честь Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Как я могу рассказать людям, которые никогда не знали о Христе, если кроме меня нету, никто тебя не слушает? А представьте, когда придет на это собрание 50 человек и сядут. Знаете, сколько Бог приложит еще спасаемых в церкви? Знаете, почему? Опа, а что тут за толпа такая? Значит, что-то интересное. А ну-ка послушаю. А что-то дают? Опа, что дают? Кто-то подходит, о, здесь и красивые девушки есть. И парни поют. Пойду послушаю, наверное, что-то классное. Смотри, умные даже люди есть. Не только алкоголики. Понимаете? Понимаете, о чем я говорю? Почему? Потому что это миссия. И я понял, почему мы кричим со сцены, все там выходят. Пожалуйста, давайте будет классно. И никто не приходит. Я понял, мы миссию не знаем. Кто теперь понял миссию? Какая миссия наша? Первая миссия. Какая, почему? Распространение принципов царства Божьего. Это миссия. Вторая миссия. Вернуть честь Богу, Сыну и Духу Святому. Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Понимаешь? Когда ты понимаешь эту миссию, теперь ты должен меня спрашивать, пастор, когда мы уже пойдем на этот ботворк? Когда мы пойдем на этот ботворк? Когда? Все, я в графике хочу себя занести. Так, о, я, как бы это по-английски сказать? Елей на душу будет, да? Чуть не сказал, хард атак. От радости, от радости. Боже мой, Господи. Неужели это не только Макс спрашивают? Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, когда ты понимаешь миссию, это ты уже бежишь. Они тебя тащат. Ты понимаешь, ага, если меня зовут на ботворк, я пойду. Я не сяду сегодня перед телевизором. Я не залезу в фейсбук. Я даже отпуск возьму на работе. Почему? Потому что это миссия моя. Знаете, Бог, когда мы придем к Богу, Он не спросит, сколько раз ты ходил в церковь. И не спросит, сколько ты Библию читал. И не спросит, сколько ты прославлял Бога. Он спросит, что ты сделал для меня. Для меня это колоски, которые ты собрал. Если ты сам не можешь евангелизировать, тогда участвуй в церковных проектах. Просто как масса. А потом вдруг ты загоришься и станешь командой Нины Демианой. Следующее. Какая миссия? Каждое место, куда ступит нога церкви, делать место Божьей славы. Ты пришел, ну ты церковь, ты пришел на работу, это место Божьей славы. Ты пришел в парк какой-то, это место Божьей славы. Ты пришел на день рождения кому-то, это место Божьей славы. Олежка, или там садись, или иди сюда ко мне вперед. Ты же знаешь, что я люблю, когда ты впереди садишь. Присаживайся. О, вот так сидит, потому что там камера. Понимаете? Какая миссия? Миссия церкви. Первое. Распространение принципов церкви Божьей. Второе. Вернуть честь Богу Отцу, Сыну и Духу Святому. Третье. Каждое место, куда ступит нога церкви, делать место Божьей славы. Все. Ты наступил куда-то, место Божьей славы. Ты пришел в принципы Божьи. Ты пришел вернуть честь Богу. Это миссия. Ответьте мне на такой вопрос. Кто-то услышал вообще то, что я только что говорил? Кто-то понял вообще, куда вы ходите? Что это за церковь? А? Твоя городская церковь. Что это за церковь? Кто понял? Вот три пункта я говорил. Твоя городская церковь. Это что? Твоя городская церковь. Это Бога. Потом. Твоя городская церковь и его городская церковь. Правильно? Твоя. Твоя и его. Ну, слава Богу. Аллилуйя. Поздайте славу Богу. АПЛОДИСМЕНТЫ СМИ categodore never�� raise. АПЛОДИСМЕНТЫ